Держали ли вы когда-нибудь пост? И если да, то как он повлиял на ваш организм в точке зрения своеобразного питания в этот период? Держали ли вы когда-нибудь пост? Да? Про пост я уже рассказывал. Пост это не постная пища, это французское слово, которое обозначает, что вы себя возвысили. Да? Возвысили, это значит не пропускайте различные мысли порочные, наклонности, все свои несовершенства и прочее, что в характере есть плохого, понимаете? Вот это вот так раз отсекайте. То есть пост это для того, чтобы вы стали лучше нравственны. Вот в чем дело. Чтобы научились сами себя контролировать, что через вас идет, какие мысли проходят, стоит ли это делать, не стоит ли это делать. Вот это вот настоящий пост. То есть возвысили себя и смотрите за своими мыслями. И второй пост, вы стоите на посту, то есть что-то пропускайте, что-то не пропускайте. То есть вы уже как солдат на посту пропускаете только хорошее через себя, а все плохое, что имеется в вашем сознании, отсекайте. То есть это есть нравственное, один из методов нравственного совершенства, пост, понимаете? Далее. Ну, нас это, как правило, особо не интересует. Вот нравственная вещь, да, про поста. Держали когда-нибудь пост. Значит, держал я пост, да? И если да, то как он повлиял на ваш организм? И, кстати же, я в своих книгах «Оздоровительная цель поста» описываю, что там в нашем организме между клетками и кровью, вот в этой вот межклеточной, межтканевой жидкости, очень много разного рода шлаков, которые просто-напросто отчасти, пища не переварилась, потому что мы набросали столько, что она не может очищаться, наши внутренние жидкостные среды, да? Не переварилась. Раз. Значит, много выделилось из калеток и не успело выйти наружу. Это два. Плюс, значит, разного рода это среда для развития паразитов, микропаразитов, там разного рода бактерий, грибков и так далее. То есть мы сами в себе создаем болото. Так вот, когда мы, и, кстати, создают это болото, это, как правило, такие продукты, от которых вот во время поста отказываются. То есть от белка, чтобы организм сам внутри съел все свои запасы, которые у вас имеются вот в этой вот жидкости между клетками и, значит, кровью. Съел. То есть это, еще раз повторю, это межклеточная жидкость, межкальневая жидкость, это лимфа, в конце концов. Чтобы он все это там съел, подобрал, почистил. То есть, как бы сказать, генеральная уборка. На эту генеральную уборку, значит, требуется время. И на это время отказывается от продуктов, которые наиболее, значит, ее загрязняют. Это, как правило, белковые продукты происхождения животного. Это, как правило, разного рода там жиры, которые делают наши вот эту жидкость более такой вязкой. Ну, и это, как правило, еще желательно бы и от сладости оказаться там таких вот, типа сахара. То есть, а все остальное можно. И подбирается, смотрите, такой рацион питания, более растительный, более там кашки, вот такой вот. Это все позволяет, это все позволяет, вот, почистить нам наши потроха. То есть, вот она, оздоровительная цель. А на то, чтобы он почистил, почистил, значит, организм, сам все это сделал, значит, дается какое-то время. Великий пост там 7 недель, дальше идет там Петровский пост, дальше там идет там Успенский пост, Дальше там, что там у нас идет Рождественский пост. То есть, посты расположены так, чтобы вот в это время, в это время и более-менее подготовить нас к тем условиям природы, которые сейчас возникнут, то есть смена климата, чтобы мы, смена климата сама не спровоцировала выброс тех или иных шлаков. Почему простуды наблюдаются весной? Да потому, что мы столько там наедемся, там все это, сальца, мясца, различных соусов, там и всего такого, что все это накапливается. И во время холода оно немножечко и надо, но немножечко надо. А у нас слишком много. И когда наступает тепло, это как снег, который тает, приходит в движение. То же самое происходит в нашем организме. У нас пошло движение, слизь пошла через, слизь выделяется в организме, чтобы вы знали, через легкий носоглотку. Все, оно сюда подошло, на ней бактерии, пожалуйста, простуды и прочее, прочее, прочее. Так вот, как раз пост только раз длинный, вот этот вот великий пост, он подготовил наш организм, очистил от этого, и у нас этого явления нет. То есть, кто постится очень хорошо, понимаете, мы с помощью поста, мягко, с помощью вот этих вот продуктов, тренируем, как бы сказать, очищаем профилактически наш организм без вот этого голода, без таких жестких вещей и так далее. То есть, очень хорошо, значит, человек подсушивается немножечко, становится более активным, лучше себя чувствует, потому что постных продуктов там огромное количество вообще-то. И сказать, что человек вот как-то обеднён, ну никак нельзя. Потому что там, если вы этой темой интересовались, там столько продуктов, ой-ой-ой-ой. Поэтому вы себя, ну никак не будете чувствовать ущербно. Просто-напросто надо придерживаться других продуктов, и всё идёт нормально. Так, как повлиял на ваш организм? Прекрасно повлияло на мой организм с точки зрения своеобразного питания в этот период. Да, произошла разрузка такая, длительная разрузка и очистка жидкостных сред нашему организму. Жидкостные среды почистить – это великое дело для нашего здоровья. И, кстати, кто придерживается постов, особенно вот если по таким древним источникам брать, как правило, они меньше болели, здоровее были и дольше прожили. Вот вам оздоровительна цель поста. Что легче выдержать – пост или голод? Конечно, легче выдержать пост. Вы можете подобрать такие продукты. А, я в своё время, знаете, ещё думал, о, держать пост. Чего мне его держать, когда я и так раньше питался, допустим, салат и каши. И всё. Что пост, что не пост. Поэтому разницы особой даже не было, когда я всё это так чётко придерживался. И так что, естественно, конечно, выдержать пост намного легче, нежели голод. Тут, понимаете, то, что идёт во время поста, работа, она такая растянутая во времени. Она такая, не такая интенсивная нагрузка на сознание ваше. Ну, правильно надо работать с этим. Значит, я говорю, вот, сознание, в первую очередь, не раздражаться. В вторую очередь, значит, не ругаться. В третью очередь, не это. Не считать, что вы чем-то обделены. И всё нормально. А на голоде эти же процессы идут практически раз в десять сильнее. Тут и самосожаление, тут и раздражение. Тут много-много, понимаете, вот это всё, что имелось в вас такого негативного. На голоде так и хочет проявиться. Она вас толкает. Пора уже выходить. Вот эти вот вам мешают. Вот эти вот едят негодяи такие. Вот эти вот ещё что-то там делают. То есть вот этот эгоизм с вас прёт. А вы, понимаете, должны вот это вот всё в себе, ну, будем говорить, как бы сказать, придушить. То есть вы должны показать, и как во время поста, и во время голода, кто у вас в теле и сознании главный. Главный – вы, ваш дух, который руководит, и душа дальше, которая следует этому руководству. Либо же побуждение, которое вас побуждает, допустим, жить. А вы думаете, о, ой, жить. Жить – это значит есть, живёт это вот, вот это всё это. А тут не идите, не гулять, не веселиться. Как это так? Да что, что-то за жизнь такая, понимаете? Это тоже, это не жизнь, это не то. А тут надо найти совсем другие, будем говорить, якоря, которые также вас к жизни, будем говорить, прививали любовь, нежели там, допустим, просто вести или набухался там, накурился, всё такое. А нечто другое, понимаете, такое светлое, хорошее, вот чистое. Чтоб этого не было такого разрушающего. Ты просто прошёлся по природе, посмотрел, снежок вышел, да как хорошо. Солнышко светит, речка там подальше, да ё-моё, отлично. Понимаете, вы сродняетесь с природой. А так вы от неё удаляетесь. Вот, вот эти вот вещи, вы должны, значит, над ними работать. Ответил на этот вопросик. Ответил на этот вопросик. Продолжение следует...